Рубрика «Растим вино на винограднике». Сегодняшний ролик будет посвящен одной из важных работ. Это зеленый сбор. Что такое зеленый сбор? Это нормировка гроздями, но в период окрашивания ягоды. Расскажу, что это, для чего это и почему это важно. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и винодели. Зовут меня Светлана. Я биолог по образованию, виноградарь и винодел по призванию. С нами выращивание винограда понятно и доступно. Прежде чем мы начнем, маленькое объявление. Вы сейчас спрашиваете, где еще, кроме Ютуба, нас можно смотреть. Нас можно смотреть на Дзене. Каналы везде называются одинаково. Под каждым роликом есть ссылки. Под роликами на Ютубе ссылки на Дзен. И наоборот, под роликами на Дзене ссылка на Ютуб. Единственный нюанс, что на Ютуб ролики загружаются раньше, на Дзен загружаются позже. К сожалению, мы ничего с этим не можем поделать. У Дзена есть проблемы. Мы даже обращались в службу технической поддержки. Они сказали, что у вас плохой интернет. То есть для Ютуба нет значения, что плохой интернет и ролик. Пусть загружается долго, но загружается. Дзен выдает ошибку. Бывает, что ролики мы грузим по трое суток. Поэтому так, тем не менее, и там, и там нас можно смотреть. Уже какой ресурс выбирать, вам смотрите сами. Ну и теперь переходим к теме нашего сегодняшнего ролика. Как я уже сказала, зеленый сбор – это нормировка гроздями, но в период окрашивания ягоды. Для чего вообще это надо? Ну, во-первых, чтобы урожай созрел раньше и чтобы урожай созрел более равномерно. Наиболее актуален зеленый сбор для темно окрашенных сортов. Почему? Потому что нам важно, если мы хотим сделать хорошее, качественное красное вино, чтобы ягода набрала фенольную зрелость. Не просто набрала сахар, а набрала фенольную зрелость, чтобы не было травмистых тонов и всяких неприятных вкусовых оттенков в нашем вине. Теперь наглядный пример. Вот наши грозди окрашиваются, начинают созревать. Здесь мы видим темно окрашенную, темно окрашенную и пока что слабо окрашенную гроздь. К моменту примерно созревания эти грозди у нас будут выглядеть одинаково, и мы с вами не разберем, какая лучше, какая хуже. Конечно, если мы с этой возьмем ягодку, померяем сахар, то она явно будет ниже, чем здесь. И нам придется ждать, когда созреют эти грозди. В Элиант ранний, поэтому для него это не так актуально, но для более поздних сортов получается, что сроки могут быть слишком поздними. И поэтому нам есть смысл вот такие грозди удалить. Они нам не нужны. Вот здесь вот рядышком тоже, конечно, и побег маленький, вот две хороших синих, а здесь такое непонятное зеленое. То есть делается это во время окрашивания ягод, причем такого уже достаточно хорошего окрашивания. Сейчас покажу еще примеры. Вот смотрите, здесь это у нас, по-моему, околон. Вот эти грозди у нас равномерно созревают. Срок ранний у околона, поэтому можно было бы ничего не убирать. Но смотрите, вот сверху у нас вот такие вот маленькие, совершенно зеленые недогрозточки. Мы их также убираем. Они нам не нужны. Почему мы это делаем именно в период окрашивания ягодой? Почему не провести такую нормировку раньше? А все дело в том, что некоторые сорта имеют очень бурный рост. И нам их надо чем-то нагружать. Вот сейчас это пример пенануар, клон урожайный. Он вообще должен быть такой среднерослый. А он у нас, ну, прям очень хорошо растет, и его надо нагрузить. Еще пример. Вот здесь наши поздние сорта. Посажены с достаточно хорошим интервалом. Тут почти 3 метра между кустами. Тем не менее, у них очень бурный рост. И кто-то там комментировал. Ай-яй, как же можно так выращивать так густо? Тут карандаш не всунешь. Конечно, не всунешь. Так а что делать? Нам надо кусты нагрузить. Если я из них уберу половину побегов, чтобы здесь было свободнее, то, ну, все равно куст свое возьмет, и зеленая масса будет переть. Поэтому кусты надо нагружать, в том числе и урожаем. Вот, смотрите, вот здесь вот это пасынки. Да, огромные пасынки. Немножко вот мы себе можем позволить их здесь оставить. Мы их оставляем, потому что нужна нагрузка. Вот здесь вот уже пасынки третьего порядка пошли. И опять же, для скептиков, это кусты не кормленные. Вот как мы их посадили 3 года назад в какой-то очень старый компост. Все. О, больше тут никаких подкормок не было. Но достаточно влаги. Это при стенах здесь тепло, и они растут. И пока что здесь оставлен даже пасынковый урожай. При том, что и основной здесь тоже достаточно хороший. Вон тоже висит пасынковая гроздочка. Да, и вот то, что мы видим сейчас. И вот если мы еще часть урожая уберем, то тут вообще будет лес. И мы будем просто ходить каждую неделю что-то убирать, убирать, убирать. Повторю еще раз, растение свое возьмет. Но когда наступает период веризона, то есть окрашивания, вот тогда все процессы замедляются. И растение в своих силе уже начинает расходовать на созревание ягоды. Поэтому приостанавливается общий рост, приостанавливается рост корней. И это как раз-таки замечательное время для того, чтобы лишние грозди убрать. Вот это все зеленое убрать. И при этом, опять же, не спровоцировать бурный рост. И опять же, в какой период проводить? Смотрите, вот здесь пенануар у нас еще только начинает краситься. У нас красятся единичные ягоды в грозди еще рановато. Хотя уже вот посылков урожай, в принципе, можно убирать. А остальное мы пока не трогаем. А вот на выленте как раз-таки замечательно видно. Оно можно было чуть раньше. Ну, просто раньше ручки, скажем так, не дошли. Вот видно, эти у нас синенькие гроздочки. И вот гроздочка розовая. Вот эту розовую мы уберем. Всем ли сортам это нужно? Нет. Это может понадобиться далеко не всем. Если у нас идет созревание равномерное, в этом может и нет необходимости. Если у нас синяя сорта с ранним сроком, в этом нет необходимости. Для белых сортов тоже не всегда это необходимо. Если вы красные сорта планируете делать по белому, и это не такие сорта, которые имеют посленовый привкус на вкусе, если они чуть не дозрели, то тоже это делать необязательно. С другой стороны, смотрите, вот пример Ронда. Вроде как бы ему и не очень сильно это надо. Но куст нагружен не просто хорошо, а очень хорошо. Шесть метров на шпалере он занимает. Гроздей тут очень много. Смотрите, какие гроздья. Вот это одна гроздь. Ну, мы видим в основном достаточно равномерное созревание. Тем не менее, вот на этом побеге, смотрите, синее, синее и зеленое. Ну, вот это зеленое нам погоды абсолютно не сделать. В принципе, Ронда у нас и в сроке должен укладываться. Ну, зачем? Все, вот мы возьмем ее и удалим. И сейчас можно пройти вот такое вот... То, что сильно отличается по окрасу, вот основную массу, то удалить. Так, благодаря этой абсолютно простой операции, вы получите свой урожай несколько раньше и получите его более качественно. Еще раз напоминаю, что вино рождается на винограднике. И если вы приложите совсем немножечко усилий, то вам не надо будет потом бояться кислоты, добавлять воду, добавлять сахар или проводить еще какие-то манипуляции. Надеюсь, ролик был вам полезен. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, нажав кнопку «Еще». Будет ссылка на каталог наших сортов винограда, мы его обновим к концу месяца и наши контакты. И до новых встреч!